Недосягаемых целей нет. Это доказали на практике участники конкурсов профмастерства для людей с ограниченными возможностями. В Чебоксарах впервые прошел региональный этап национального чемпионата Абилимпикс. Около 40 участников со всей республики показали свое мастерство в семи специальностях. С талантами знакомился Рифат Фадкулин. Сегодня все внимание этим ребятам. Среди них будущие повара, мебельщики, дизайнеры, художники по вышивке, массажисты и швеи. Всех их объединяет один девиз – быть лучшими несмотря ни на что. Эти ребята давно уже поняли, что тяжелый диагноз – не приговор, и многое в их жизни зависит от них самих. Цель этого конкурса – повышение престижа рабочих профессий среди инвалидов, повышение мотивации к профессиональному самоопределению людей с ограниченными возможностями здоровья. Лена Никифорова – самая юная участница в компетенции «Портной». Ей всего 17 лет. Шитьем занимается уже 4 года. Приехала из Мариинского посада, чтобы доказать, что она способна работать и творить не хуже здоровых. Мечтает в дальнейшем стать швеей. Ну, пригодится. И дома кто-то, если ремонтировать там все такое, укорачивать, усывать. Ну, пригодится. На дому очень хорошо. Можно на дому даже работать, заказы принимать. Есть трудности, конечно, ну, я справляюсь с этим. Условия для всех участниц равные. Одинаковая выкройка блузы, ткань и швейная машина. На работу участников приходят посмотреть и будущие работодатели. Сам работодатель сказал, что я сегодня посмотрел на работу этих детей. Они очень трудолюбивы, они очень аккуратны и очень хотели видеть их на своем предприятии в качестве работников. Дети с инвалидностью ощутят себя нужными в обществе. И возможность у них будет трудоустроиться на предприятиях наравне с нашими обычными студентами. Анна Матвеева – инвалид первой группы с рождения. Отсутствие зрения никогда не мешало ей двигаться вперед и жить полной жизнью. Впрочем, в ее профессии глаза заменяют руки. Свою работу она в прямом и переносном смысле выполняет на ощупь. Массаж нравится тем, что я приношу человеку какое-то облегчение, можно сказать, даже удовольствие, расслабление. Как гласит восточная мудрость, слепой массажист на вес золота. Известно, что незрячие люди лучше чувствуют окружающий мир, так как они не могут опираться на его визуальную картинку. Хорошего массажиста можно определить по его рукам, как он работает. Если у него руки не зависают, он не теряется, он не думает головой, как работают руки, значит, у него все органично происходит, как бы само собой. Еще одна из интересных площадок чемпионата – резьба по дереву. Это особое искусство. А еще дерево – теплый и отзывчивый материал. Оно лечит. Так как профессия так и называется – художественная резьба, значит, развивает какие-то в человеке художные вкусы, художественные наклонности, значит, какие-то способности проявляет. А именно резьба по дереву, естественно, это вот аккуратность, работоспособность, целительство миллионности больше, потому что чем больше делаешь, тем красивее делаешь, тем хочется еще больше делать. Победители регионального этапа будут представлять Чувашию на национальном чемпионате в Москве. Однако одно только участие в данном соревновании – уже победа. Рифат Фаткулин, Игорь Зверев, Андрей Спирдонов, Республика.